Всем привет! Сейчас я покажу как я заправляю картридж Browser TN34303480 зависит от объема. Для этого нам понадобится крестовая отвертка, плоская отвертка, если нет тонерного пылесоса, то кисточка, а также салфетка. Итак, приступим. Откручиваем два винта на боковой крышке. Снимаю боковую крышку. Открывается блок шестеренок. Снимаем все шестеренки. Также пружинку и флажок сброса. На стартовом картридже этой пружинки и вот этого флажка сброса не бывает. Надо приобретать дополнительно. Также в комплект входит пробка. Снимаем остальные шестеренки. Втулку с магнитного вала. Чтобы снять шестеренку, надо сначала снять стопорную шайбу. поддеваем ее отверткой и снимаем. Вот так она выглядит. Теперь можно снять шестеренку с магнитного вала. Поддеваем зацеп и снимаем белую направляющую. Магнитный вал освободился. Можно его вытащить. После того как сняли магнитный вал, вытряхиваем все из бункера для тонера. Все остатки. Затем поддеваем отверткой пробку. Аккуратненько, чтобы не повредить ее. И еще разок вытряхиваем. Теперь, если есть пылесос, можно пропылесосить. Пылесос должен быть специальный. Если нет, дальше действуем кисточкой. Я буду пылесосить. В процессе чистки надо проворачивать. Я буду пылесосовать. Я буду пылесосить. Приятного аппарата. Дальше. Я буду пылесосить. Аккуратненько, чтобы не было. Я буду пылесосить. После этого убираем всю отработку. Дальше будем работать на чистом рабочем месте. Салфеткой надо протереть сухой салфеткой. Затем проверяем дозирующее лезвие. Можно провести по нему пальцем. Если есть налипание, вы его почувствуете. Налипший тонер можно снять пластиковой пластинкой. Можно смочить ватную палочку спиртом или растворителем и протереть. Я счищаю пластинкой. Металлическим ничем нельзя чистить. Затем снова проверяем. Если дозирующее лезвие чистое, ставим на место магнитный вал. Одеваем белую направляющую на ось магнитного вала. шестеренку. Затем ставим на магнитный вал шестеренку. и фиксируем ее шайбой стопорной. Затем ставим на магнитный вал шестеренку. Теперь можно засыпать тонер. Перед засыпанием тонер стряхиваем, засыпаем и закрываем отверстие пробкой. Вставляем ее до упора. Затем переворачиваем и проверяем, чтобы ничего не высыпалось. Теперь ставим все шестеренки на место. Одеваем втулку на магнитный вал. Затем маленькую черную шестеренку. Теперь большую белую. Между ними шестеренку. ставим флажок сброса. Одеваем пружинку. вставляем один край пружинки короткий в этот зацеп. и натягиваем ее на флажок. Затем выставляем флажок в это положение. В таком положении должен стоять флажок. Ставим последнюю шестеренку. одеваем боковую крышку. фиксируем ее двумя винтами. фиксируем ее двумя винтами. Фиксируем ее двумя винтами. Протираем картридж салфеткой. Теперь он готов к работе. Если понравилось ставьте лайк. Подписывайтесь на мои видео. В конце видео будет показано как надо правильно выставить флажок сброса. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok